Как вы считаете, какая категория людей может позволить себе Феррари и кататься на Феррари, по крайней мере, у нас в Европе? Потому что с 35-го года мы будем кататься все на электромобилях. Дашь прокатиться на Феррари? Ну, что, Майк, здесь много нельзя. Я заслужил, он говорит. Полный, а с этим. Let's go. Я первый раз сижу в Феррари, пацаны и девчонки. Сиденье очень удобное. Что-то пикает там. Я думаю, что бензин заканчивается. Ну, ёптвоё, за ноги. Это автомат, я? Войвай, переключаться всё время. Да, да. Двойное сцепление. Это недавно на М5 прокатился. Вот, на таких надо аккуратненько, да? Но она не такая и низкая, кстати. Я смотрел, нормально ещё. Отличают некоторые. Дорогие мои, это Феррари. Она красного цвета. Она быстрая, дорогая, надёжная. Мы производили эти тачки с 2008 года по 2017 год. Это более мощная версия. Здесь 489 лошадей. Она на 30 лошадей мощнее, чем вот эти предыдущие. Это красотка 2012 года, Калифорния. 3,9 до соточки. Это не самые быстрые результаты на данный момент. Но в те времена это был супер-пупер космолёт. Какие интересные заливалочки. Слушай, тут такая маленькая горловина. Расскажите, как попасть вот в эту горловину, чтобы залить омывайку для стёкла, а? Здесь у нас тормозуха. Это одна из первых в Феррари, где двигатель перенесли вперёд. Я, как и настоящий эксперт в Феррари, могу сказать, что капот алюминиевый, крылья алюминиевые, фары пластмассовые. Серийный номер автомобиля 189272, если это вам о чём-то говорит. Больше под капотом нам нечего смотреть, потому что здесь и так всё понятно. V8 супер-мощный, супер-классный движок, который делали легендарные инженеры Феррари. Феррари любил автомобили. Закрываем капот аккуратно. Если деньги есть, берите обязательно. Так, и вот здесь три режима. Спортивный, экономный и комфорт. Вот тут вот. Естественно, мы будем ездить на спортивном. Я не знаю, для чего вообще эти режимы. Тут только спортивный. Вот я по люкам немного прокатился, да. И скажу вам, очень даже комфортно, не жёстко, на эволюции жёстче было. Мне очень нравится приборная панель. Бензин у нас заканчивается. В тот момент, когда на Феррари хватило, на бензине не хватает денег. Так что у нас ещё интересно. Карбоновый руль, лепестки карбоновые здесь вот. И дорога усыпана каким-то маленьким песочком, камнями. Вот такой у нас ремонт. Всего лишь 28 тысяч пробега. Она больше стояла, чем ездила. Можно сказать, состояние нового автомобиля. Все, что есть человек, который заправит бензин и даст прокатиться на Феррари. Ещё что-то нас все обгоняют. Паренька вообще в жопе где-то находится. Знаешь почему? Потому что Феррари не ломается. Феррари только едет и поглощает бензин. Как она классно стоит в повороте. Обалденно. Неа, лёд и лавы. Матый тайсник асака, я. Стабилизация работает вообще сейчас? Да, это стабилизация. Неа, отключается бывает стабилизация в семье. Мотоцикл или Феррари. О, у меня такой Fireblade. Это мой первый мотоцикл. Итак, смотрите. Если у вас нет денег на Феррари, то покупайте мотоцикл. И разгон от... 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 Ууу! Блядь, лапс, лапс. А это дырсит. Где там мотоцикл? Где-то сзади там. Но он не стартанул, конечно. Ну ладно. Я просто не успеваю поворотники включить. Это как на BMW, ребят. Очень важная инфа. Если вы действительно хотите купить надёжный автомобиль, который вас не подведёт в трудную минуту, не битый, не крашеный, то обязательно проверяйте его перед покупкой. В этом вам поможет CarVertical. Ссылку на них оставлю в описании. В закреплённом комментарии 20% скидка. Только по моей ссылочке. Переходите, советуйте друзьям. Тем самым позволяя мне делать более качественный и интересный контент для вас. Всё, что вам нужно для проверки автомобиля, это iVincode. В наше время с этим не должно быть проблем. Продавец должен вам предоставить его. Если он, конечно, адекватный. Что важно, информация, предоставленная в других отчётах, может быть изменена. А эти отчёты основаны на блокчейн-технологиях. Поэтому ими невозможно манипулировать. Записи о бугонах, данные продавцов, пробег автомобиля, который обычно все любят скручивать, спецификация автомобиля, комплектация. Здесь вы можете проверить историю ремонтов и технического обслуживания. Отчёт о скрытых повреждениях, характерные дефекты для каждой модели. Если у вас нет возможности пригласить эксперта проверить автомобиль, и вы не сильно понимаете в этом, тут есть даже контрольный список, который поможет вам при проверке автомобиля. Недостатки модели и её изъятие с рынка. Если какую-то информацию не получили, обязательно пишите в техподдержку. Я всем советую, это реально годная тема, проверяйте автомобиль перед покупкой. Спасибо вам за поддержку. Напоминаю, ссылка в описании и в закупленном комментарии. Оказывается, это кабриолет. Что-то застряло, да? Значит, сегодня кабриолита у нас не будет. Недавно в нашем лакшери-городе Юрмала видел Мазеранти, так она еле-еле переезжала лежачий полицейский. Здесь, знаете, ещё я заметил, что клиренс отличный, можно спокойно передвигаться по нашим дорогам. Здесь кевларово-карбоновые тормоза. Потому что, знаете, разогнаться это одно, а тормозить это намного важнее. И диски с резиной как раз тоже для наших дорог. Что я знаю о Феррари? То, что у них безумно красивый дизайн. То, что я смотрел фильм о Феррари, Калифорния. А ещё я знаю то, что у них очень маленькие багажники. Ну, здесь, кстати, довольно неплохой багажник. Кто из вас видит поворотник? Видите? Его нет, но я его вижу. Значит, он есть. А он есть вот здесь. А знаете, почему он здесь? Потому что тачка-то Калифорния. Её изначально делали для Америки. Ну, и вот. А у американцев обычно поворотник в этих фарах, он красный. Но красный ничего не видно. Для Европы не годится. Поэтому они решили в последний момент строить поворотники вот сюда вот. Она спереди, сбоку, сзади. Очень красивая, изящная, классная. Привлекает внимание. Она очень громкая. Метр восемьдесят семь, сто килограмм веса. Тестируем. Нифигамба. Тут так много места. Вот крыша высокая. Место дофигища. Можете мне не поверить. Я, конечно, не сидел в других спорткарах. Но, по-моему, в Мазераде, Ламбе там намного меньше места. По-моему, это один из тех спорткаров, которые разработали на каждоднев. Да-да. Как бы это смешно не звучало. На этом автомобиле вы сможете передвигаться каждодневно. Единственное, немного неудобно вылезать. Но не неудобнее, чем из Opel Calibre. Как сказал дядечка, который только что подъехал на Passat. И любезно поинтересовался, не убрать ли ему свою машину. Я говорю, конечно, что нет. Он сказал, это не машина, это фантастика. До этого он мучился где-то, наверное, минут 15. Феррари это прям как BMW. Она то работает, то не работает. Так, самая большая проблема это бензин. Он быстро заканчивается. Здесь есть авторежим. Мы поедем на авторежим. И здесь лаунч есть. Главное, чтобы не бачком здесь. Как классно управляет. Слушай. Наливаемся в поток. Спокойненько. Ну, это точно машина на каждое дне. В FIGEL мы уже на пятой передаче едем. Тут всего 7 скоростей. Смотрите. Меньше 2000 оборотов. Ой, какой... О-о-о-о-о-о! вот это звука тормоза отлично и не резкие понятны и вообще сама машина по себе понятная заходим в поворот ход апекс и выход задний привод помним еще настоящий звук ferrari она монте-карло за это право отбирают подключить паркинг-сенсор и просто нажимать сюда вот что тут еще интересно это крыша на на нас лайкай свои ключики а сколько на сотку ест а какая разница на на моцки не считаешь тоже расход топлива это вот задняя скорость до включать задняя нам сейчас и нужно посадить вот x7 впереди он около 100 штук стоит и ferrari чтобы вы выбрали я по моему безоговорочно выбираю ferrari этого мой фаворит как багажник открыть ой салон это кнопочка да где-то здесь а это как у японцев и мое итальянцы чем-то схожи с японцами они не любят когда воруют их бензин и открывают их багажнике тяжеленькая и и и все по вот сумку здесь можно положить но что важно здесь есть присоска в багажнике наверно подождите сейчас боюсь тут не стукнул на так как эта тачка может разогнаться до 330 километров в час максимальная скорость у нее есть небольшая проблемка диоды от такой большой скорости и от небольших вибраций в этих фарах они выпадают я увидел какашку значит у владельца этого автомобиля будет очень много денег это во первых во вторых здесь есть такая ноздря она работает как инерционный надув и кто-то нам уже написал в комментариях какие 330 километров ребят когда работает инерционный надув получается все триста сорок да я взял этот на тест ящик на колесах огромное спасибо что дал прокатиться я получил эмоции ребята на видео тоже получили хоть какие-то эмоции если у кого-то есть лишние 100 косарей это тачка продается смело пишите в инстаграм все ссылочка в описании спасибо что доверил мне тачку не очень приятно до новых встреч пока